Ну, Хазбулатов от своей ненависти к Дудаеву, конечно, будет говорить все, что угодно. Если бы Дудаев был бы под контролем Кремля, то он был бы братом Хазбулатова. Хазбулатов был бы им доволен, потому что Хазбулатов сам был, есть и остается под контролем Кремля. На этих весах, если мы настолько сегодня еще не созрели, если мы настолько глупы, что мы отдаем предпочтение вот этим внутренним каким-то разборкам, обращая внимание на то, что вот там вы тогда сделали так, и мы оставляем общего врага, то выигрывает только общий враг, мы никогда его не одолеем. В Грузии сейчас не лучше, чем в Абхазии, хотя Грузия признанная всем миром государства с выходом к морю. Вы ленивые и хитрые, этим не построишь государство. Это, наверное, говорит человек, который сидит где-нибудь в российской губернии. Ну, поедь, дорогая Мадонна, в Грузию и после этого делает такие заявления. Грузия это очень хорошо развивающееся, свободное правовое государство. Да, с какими-то своими проблемами, безусловно, мы не говорим, что она идеальная, но когда ты российскую границу пересекаешь, российско-грузинскую, все, у тебя как-то, ты дышать начинаешь полной грудью. Ты видишь, насколько они ушли, эта цивилизация. Не в плане каких-то там, какого-то экономического благосостояния, нет, я не об этом говорю. То есть ты не увидишь там, что села превратились в мегаполисы, нет. В целом люди, ты увидишь очень много бедных людей, ты увидишь ветхие какие-то застройки и так далее. Все это есть. Но это цивилизация, потому что люди, в отличие от России, знают свои права, отстаивают свои права. Нет какого-то повсеместного гнета, какого-то раболепия перед властью. Вот этого всего нет. Нет кортежей, перекрытия дорог, когда едет президент там. Вот нет этого всего. Это цивилизация именно. Это лет 500 от России. Россия, я не знаю, она как будто бы в средние века сейчас находится. Опять-таки не по экономическому развитию, имейте в виду, да, Москва, Сити, Питер. Понятно, мы не об этом говорим. Но вот как живут люди, судебная система, взаимоотношения, эти государственные услуги, коммунальные платежи. Вот все вот это, если мы возьмем, как там, допустим, получение паспорта. То есть все соприкосновения человека с государством, если мы вот этот момент возьмем, Россия это сейчас средние века. Грузия это передовая страна. В том числе, здравствуйте, выделяет ли Джахар Дудаева его ум и способность очень грамотно излагать свои мысли? Почему подобных чеченцев очень мало в публичном поле? Здравствуйте, аноним. Подобных чеченцев в публичном поле немало, их достаточно. Но даже среди таких чеченцев выделялся ли Дудаев? Да, безусловно. Потому что Дудаев был мастер слова, владел этим очень искусно. Безусловно, был очень дальновидным, таким ярким политиком и прирожденным таким лидером. Поэтому, да, он, конечно, выделяется, в этом нет сомнений. Но то, что среди чеченцев полно людей, владеющих ораторским искусством, умеющих излагать свою мысль, это очевидные вещи. Просто если ты будешь смотреть ЧКТРК «Грязный», то там ты, конечно, мало таких людей увидишь, так как сегодня российские чеченцы, это Прита Кадыров, это Ихудов, это Дилимханов и прочие. Это российские чиновники, это не чеченская элита. Это российская элита. И если ты по ним судишь о чеченцах, то нет, ты посмотри на чеченцев. Думая Дудаев, как генерал, не мог не знать, в чьих интересах воюют его бойцы в Абхазии. Это наталкивает на мысль, что Хазбулатов прав говоря, что он был под контролем Кремля. Ну, Хазбулатов от своей ненависти к Дудаеву, конечно, будет говорить все, что угодно. Если бы Дудаев был бы под контролем Кремля, то он был бы братом Хазбулатова. Хазбулатов был бы им доволен, потому что Хазбулатов сам был, есть и остается под контролем Кремля. Дудаев тем и не угодил и Хазбулатову, и всем остальным, что он был абсолютно не под контролем Кремлем. Что касается Абхазии, здесь нужно знать историю этого конфликта. Нужно понимать, как он вообще развился, почему он произошел, кто и с какой стороны воевал, и что вообще предшествовало этому конфликту. Как вы знаете, законно избранный президент Грузии, Звиад Гамсахурдия, был изгнан. И на его место был как раз таки поставлен, туда пришел, захватил власть под контрольный Кремлю. Его под контрольность Кремлю не скрывал даже сам Кремль. Он был абсолютно под контрольный Кремлю, шивананцы. Поэтому здесь нужно даже тех чеченцев, мы абсолютно понимаем, что участие в этом конфликте, вообще на чьей-либо стороне, было ошибкой. И, конечно, нет, мы должны были исключительно только как миротворцы подобных конфликтов участвовать. Но при всем при этом мы должны понимать, что люди, пошедшие туда, они шли... У них было определенное видение этой ситуации. И этих людей мы также оправдываем. Так как они это видели. Вот, законно избранного президента Грузии, Россия его, значит, свергла, поставила туда своего человека. И теперь вот такой вот островок небольшой, оставшийся там островок независимости в виде Абхазии, вот его тоже хочет теперь Россия взять под контроль. Да, нас, конечно, жестко там развели, это понятно. Россия только выиграла с этого конфликта. Грамотно они там сработали, безусловно, это надо признавать. Мы там потерпели поражение. Мы все, весь Кавказ там потерпел поражение. Но те, кто туда пошли, они не знали этого. Они не подозревали, что они участвуют в заварушке, которую устроила Россия, причем в интересах России. Поэтому эти люди, они, безусловно, оправдываются. Хотя само участие, конечно же, было неправильным. Было ошибкой. В том числе, есть один момент. Сам Збират Гамсахурдия был против участия членцев на стороне Абхазии, даже в раскладе, что в Грузии был ставленник Кремля-Шевернации. Безусловно, конечно, Збират Гамсахурдия не мог быть за это. Но я имею в виду, мы пытаемся сейчас понять, чем руководствовались Басаев, Елаев, Дашаев, другие чеченцы, которые участвовали в этой войне, чем они руководствовались. То есть, что их побудило. Здесь очень важно, что Россия нас там сильно развела. Нам приезжали тогда с Абхазии, я сейчас не помню, как их звали, несколько человек, которые просто круглосуточно у нас на нашем местном телевидении, Кавказ, по-моему, сидели и призывали, рассказывали, вот мы там нас убивают, а вы, нам нужна помощь. Плюс была вот эта конфедерация, были какие-то соглашения. Все, и вот эти вот ребята, добровольцы, они на это смотрели так, опа, смотри, значит, была Грузия, для нас очень близкое, для нас государство, оно отделилось, там избрали президента, они взяли закон избранного президента, Россия взяла его и, значит, свергла, поставила туда своего ставленника. И теперь вот там небольшой островок остался, Абхазия, они теперь его тоже хотят взять под контроль. Мы здесь, значит, независимость хотим. Грузия, мы хотели вместе с Грузией там единый какой-то дом кавказский, а у нас Грузию отжали, Россия ее отжала. А теперь вот давайте не дадим еще и Абхазию отжать. Вот так вот на это смотрели. То есть надо понимать их логику, чем они руководствовались. Но при этом мы сейчас уже, да, опосля, мы понимаем, что всех нас развели. Сейчас мы это понимаем. Но на тот момент этого понимания не было. Они в любом случае знали, что стреляют грузин, которые всегда были дужественны к нам. Их не оправдает никакая политическая ситуация. Ибрагим Кориков, ну это мы как-нибудь с грузинами разберемся. Это как раз-таки их оправдает. Их здравомыслящие грузины эту ситуацию прекрасно понимают. И те ошибки, которые были совершены, они не станут камнем преткновения в наших с грузинами отношениях, иншаллах. Потому что припоминать друг другу какие-то ошибки, это путь в никуда. Если мы начнем, я еще раз повторяю, кавказские народы, мы начнем друг другу что-то припоминать, то у нас у всех есть что припоминать. И как я говорю, это путь в никуда. Мы здесь должны как раз-таки добиваться того, чтобы этих разговоров не было. Чтобы чеченцы не упрекали грузин там их присягой Российской империи, участием грузин на стороне Российской империи в Российско-Кавказской войне. Чтобы внутри там северо-кавказские народы не упрекали друг друга подобными вопросами. Если мы берем вот этот путь упрекания, то мы опять в этом, на этих весах, мы отдаем предпочтение внутренним каким-то разборкам, чем объединению и разборкам с внешним врагом. Который является врагом для всех нас. Понимаете, вот Грузия, кто у нее враг? Ни чеченцы, ни дагестанцы, ни ингуши, ни осетины. У них враг Россия, и они это прекрасно понимают. Чеченцы, кто наш враг? Опять-таки, ни ингуши, ни грузины, ни осетины, ни дагестанцы. Россия. Для дагестанцев кто враг? Россия. Для ингушевых кто враг? Россия. Для черкесов Россия. Для всех Россия. У нас у всех один враг. И вот если мы в этом, на этих весах, если мы настолько сегодня еще не созрели, если мы настолько глупы, что мы отдаем предпочтение вот этим внутренним каким-то разборкам, обращая внимание на то, что вот там вы тогда сделали так, и мы оставляем общего врага, то выигрывает только общий враг, мы никогда его не одолеем по одиночке, мы никогда не станем мощным каким-то политическим образованием на политической карте мира. Тогда нам нужно об этом забыть. И давайте будем друг с другом грызться. Либо мы все-таки проявляем здравомыслие и отдаем предпочтение вот этому и враждуем с нашим общим врагом. Должны ли ингуши и чеченцы объединиться в одну нацию, включая малые группы Грузии плюс акинцев из Дагестана? Ну алейкум ассалям. Это невозможно. Акинцев Дагестана, их вообще не нужно отделять. То есть это чеченцы. Это обычные чеченцы, неотъемлемая часть чеченского народа. Те, кого вы называете акинцами, которые живут в большинстве территории сегодня, это территория Дагестана. Это обычные чеченцы. Что касается ингушей и чеченцев, то все уже исторически, политически мы сложились как два народа. и, ну как правило, обратного процесса, эти, эти, обратного вот этого действия, эти процессы не имеют. Поэтому мы просто должны с этим смириться, это принять. Мы два близких, очень близких, но разных, отдельных два народа. И мы должны взаимодействовать, как-то развиваться вместе с осознанием этого, с принятием этого. В том числе, в 2000 году Исламский Эмират, Афганистан, был единственным государством, признавшим независимость Ичкерии. По твоему мнению, из этого следуют ли какие-то обязательства чеченцев перед талибами? Вообще в таких вопросах не принято говорить обязательства. Обязательства это когда ты что-то подписал и обязался сделать. То есть это же вопрос между государствами. Поэтому неправильно сказать, что следуют ли за этим какие-то обязательства. Обязательства, наверное, нет. Но должны ли мы быть благодарны за это? То есть мы, как мы смотрим ли мы на это вот с точки зрения, что это для нас это был очень такой серьезный шаг со стороны Афганистана? Безусловно, да. Благодарны мы за это? Конечно, да. При возможности отплатить тем же самым каким-то таким подобным жестом, значимым для Афганистана, должны ли мы сделать так же? Конечно, да. Должны отблагодарить, безусловно. Субтитры создавал DimaTorzok